Ну и после утепления, конечно, мы шьем черновой пол. Черновой пол, 25 доска, она вот так вот, ее режу коротышами, потому что это доска с поддонов, мне ее подогнали за бесплатно добрые люди давным-давно, поэтому я как бы могу вот так вот пошиковать и позволить себе такие вот изыски. Если бы, конечно, была купленная доска, понятно, что она бы целиком стелилась, и обрезки были бы уже совсем другие и так далее. Но под нее, естественно, делается шаг вот этих половых лаг. Он пляшется именно от толщины доски, а не от ширины утеплителя, потому что некоторые как бы делают там 60, и похеру какая доска, но это категорически неправильно. Все отталкивается от доски. Не, ну, во-первых, конечно, все отталкивается от дизайна и от проекта. То есть, в принципе, по-человечески мы начинаем проектировать вместе с заказчиком от дизайна. Например, я хочу вот такое-то помещение, чтобы там было то-то, тут то-то, тут то-то, чтобы полы были вот так вот и так далее. От того, как будут полы, мы решаем, как у нас ляжет доска, потому что, например, вот она у меня, лежит так, а если бы это был бы чужой объект, и заказчик сказал, что я на пол стеклю половую доску, и она у меня должна лежать вот так. То есть, здесь бы полностью поменялся конструктив, потому что вот эти вот лаги, они должны были бы лежать поперек, чтобы на них поперек шилась доска. То есть, тоже это как бы закладывается еще изначально, в самом-самом начале проекта, еще даже перед тем, как начинается подсчет материалов. А от этого дальше идет нижняя обвязка, каким образом она будет сделана, и только потом уже, каким будет фундамент. Но не сам себе вид фундамента, а, например, если это столбики, то как часто они будут стоять? Если это сваи, то то же самое, как часто и где они будут стоять? Если это лента, то то же самое. Какие будут у нее перемычки? Или если перемычек не будет, то, соответственно, совершенно другой конструктив уже будет вот этих самых опорных основных балок. Ну, а здесь у нас, получается, основные балки это 100 на 200, и поперек идут 50 на 200. Почему так оно, когда про утепление рассказывал, рассказал, но основные у нас идут вот так вот вдоль, а промежуточные идут поперек. Соответственно, где пролеты маленькие, мы ставим одну доску 200 на 50, где пролеты большие, мы обязательно ставим либо две доски, либо брус 100 на 200. Потому что, если поставить одну доску, ну, да, она держать будет, она не провалится, но будет некий такой, так называемый, эффект батута. То есть, когда конструкция прочная, но она из тонкого материала, и она передает вибрацию. То есть, в том углу кто-то прыгнул, а я здесь это услышал, почувствовал прям ногами. Потому что вот эта вибрация, она как на батуте передается. А когда идет массив большой, прям вот такой вот, но крупный массив, он эту вибрацию гасит. И вот эта вибрация, она не передается. Поэтому делаем всегда так. Ну вот, я как бы сам всегда делаю так, но бывает так, что вот на объект зашел, а там уже конструктив готовый. И очень редко бывает возможность его переделать какими-то легкими там движениями. Потому что это надо врезаться, ну, в бока, чтобы у этой вот второй доски была такая же жесткость, как у первой. Только потом их сшивать, это не всегда возможно. И очень редко это возможно. Но здесь плюс еще какой может сыграть, например, то, если сверху будет доска, а на доске еще фанера. Это будет больший такой массив, он будет гораздо жестче. Поэтому вот этот негатив, вот этого батута, он может либо совсем исчезнуть, либо очень сильно снизится. И его будет практически незаметно. Но опять же, как бы конструктив готовый. Ну, кто я такой, чтобы лезть и что-то там указывать. Типа, у вас тут сделано неправильно, это надо переделывать. Ну, вот этот вот эффект, он влияет только на комфорт. На конструктив, что это сломается, он не влияет. Поэтому, как бы, лезть вот с этими вот своими мнениями, ну, я считаю, оно некорректно. Если, как бы, люди сделали так, значит, они понимают, что они делают и что у них в итоге будет. Но, тем не менее, как бы, подшили мы наши вот эти балки. Здесь вот у нас идет кабель, только вот в одном вот этом месте он идет вот так. А во всех остальных местах он, грубо говоря, вот ушел, через пол прошел. И между полом и грунтом пролег. То есть, это у нас такая, как бы, скрытая-закрытая проводка. То есть, она, ну, фактически она скрытая, но, по идее, для воздуха она открытая. Поэтому, про те кабели, в общем-то, когда полы делаем, даже и не вспоминаем. А вот этот кабель надо помнить обязательно, чтобы не вшиться в него гвоздем. Когда коротышами шьешь, оно, ну, как бы, видно, и ты про него помнишь. А когда шьешь длинной доской, целиковой, то можешь накрыть, забыть и гвоздем туда бахнуть. Поэтому, чтобы такого избежать, перед тем, как доску положить, на ней обязательно отмечаем, что, типа, тут кабель, сюда гвоздь шить нельзя. И только потом накрываем и шьем. Потому что частенько полы шьем, грубо говоря, досок накидали и потом их сшили. И что там уже внизу, когда сверху смотришь, уже не видно. Также, вот там, где у нас стоят столбы, и мы не можем доску положить вот на эту балку, подшиваем брусочки, чтобы у нас доска легла на брусочек, а не висела висяком. Потому что все стыки всех досок делаем обязательно на ребрах жесткости, то есть на наших балках, либо на основных, либо на промежуточных, чтобы у нас вот эти вот хвосты не болтались. Хотя это будет потом сверху стяжка, но все равно под нее основание должно быть очень крепкое и жесткое. От этого очень многое зависит. И заливка стяжки, и потом дальнейшая эксплуатация. Ну, здесь вот доски как бы мне подогнали, поэтому я пользуюсь готовым вариантом. 25-я доска. Под нее вот такой пролет. Вот в избе шил другую доску, тоже от этих же поддонов, но там доска потоньше, потому что поддоны бывают разные, где-то вот 25-я, а где-то 20-я. Поэтому там уже пролеты делал под утеплитель шириной, а сверху шил в два слоя, чтобы у меня был жесткий массив. Тоже как бы, ну, как вариант, чтобы и утеплитель не резать, и чтобы доска жестко, крепко держалась. Поэтому вот, естественно, вот этого, ну, вот барахла у меня на всю площадь не хватит, поэтому к ней докупил обычную 25-ю, но камерной сушки. Потому что у нас получается вот эта доска, она лежит на очень толстом утеплителе, и вниз ей дышать, ну, очень сложно. А вверх ей дышать будет просто невозможно, потому что здесь будет стяжка, а она, ну, просто герметично закроет все, вот, все наше дерево. Поэтому тут либо камерные сушки, либо, если есть возможность, покупаем доску заранее, чтобы она какое-то время отлежалась и подсохла. Если сюда положить сырую совсем доску, ну, я, конечно, не скажу, что прям это вот сгниет, но негативных моментов может быть очень много, как там плесень, ну, и так далее. Потому что ей некуда выветриваться. Если бы тут была, например, сверху фанера и какое-то там покрытие, тогда попроще. То есть там еще как бы, ну, есть вероятность, что проканает совсем сырая доска. А вот если стяжка, то однозначно. Либо высушенная доска, потому что у меня вот это, ну, поддоны сами по себе сухие, плюс они у меня лежали накрытые, хорошо проветриваемые лет пять. Соответственно, она вообще идеально сухая. Либо камерной сушки. Тут, ну, других вариантов просто нет. Поэтому смотрим на то, либо позволяют ли нам деньги, либо позволяет ли нам время. Если время позволяет, конечно, лучше сэкономить. Если время не позволяет, как вот у меня, потому что я уже, ну, практически в зиму зашел вот с этой стройкой, то тут один вариант камерной сушки, сколько бы она ни стоила. Ну, других вариантов просто нет. И, соответственно, доску режем в нужный размер. Я вот торцовкой режу. Можно и циркулем резать. Ну, подольше, конечно, покривее. Но результат практически тот же самый. Это черновой пол. Тут идеальной геометрии не нужно. Можно и ножовкой резать, потому что если циркуля или торцовки нету, и покупать ее только под конкретную вот работу, если, например, вы сами себе что-то делаете. Ну, не всегда целесообразно. Поэтому тут тоже как бы сначала включаем голову, потом открываем кошелек. Шьем на гвозди. Шурупы тут нахрен не нужны, потому что это пол. И, соответственно, если где-то у нас щелки, тоже пофигу, потому что это все потом закроется. Нам эта доска нужна просто как конструктив, чтобы она держала нашу стяжку. И так вот как-то фигачим. Довольно-таки это быстро. То есть я вот за день накидал простынок, заложил утеплитель, подрезав его везде, обязательно заткнув все щелки и в первом ряду в сотке, и во втором ряду в сотке. И вот притащил доски, хрен знает откуда, потому что они у меня лежат довольно-таки далеко. Напилил их и пришил. Потому что шить, ну, это тоже время. Доска довольно-таки широкая, поэтому по два гвоздя с каждой стороны. По одному нельзя, потому что ее может потом повести, что может негативно как-то сказаться на нашей стяжке. Поэтому лучше два гвоздя. Можно полкиники, можно, ну, 70-е тут, наверное, все-таки великоватые. Меньше полкиника категорически тоже нельзя, потому что для 25-й доски это ни о чем. Это что она прибита, что она не прибита. Поэтому вот тоже на метизах стараемся, конечно, экономить, но только там, где возможно. Ну и, в общем-то, вот идем дальше. У нас практически внутренние работы только самое-самое начало. Ну, вот как-то так.